Аптеки на Донской, Островского, Воровского и прочих улицах Сочи превратились в места, где действительно торговали смертью. Здесь без рецептов отпускали наркосодержащие препараты. Причем не тяжело больным, нуждающимся в сильных анальгетиках, а всем подряд. Я лично закупал, сделал закупку контрольную. Мне продали лирику. Спокойно мне продал, без всяких вопросов. Зачем, для чего, не было никаких вопросов. Просто продал и все. Выеять адреса аптек, где в открытую торгую такими препаратами без рецепта, труда не составило. До этого были проведены контрольные закупки, выявлены именно те аптеки, которых продают. Также нам обращались жители города, которые рассказывали, что на данных аптеках осуществляется отпуск наркосодержащих препаратов. Кроме пикетирования таких, с позволения сказать, аптек, организаторы акции провели рейды. Вы перестали уже отпускать? Перестали, конечно, я даже удивляюсь, что стоять фотографировать. Точно перестали? Что-то к вам люди, молодежь, вот мы сегодня стояли, опять заходят, заходят. А они будут заходить? Да, просто так. Они будут, они же ищут по всему городу сейчас. И это для нас не ново. Прохожие, которые стали свидетелями пикетов у аптек, организаторов акции поддерживали и предлагали свои варианты мировоздействия на оборотни в белых халатах. Как у нас на российской ориене? Сажать тюрьму? Что еще останавливаешь? Сегодня штраф заплатят, завтра опять будут продать. Им дешевле штраф один раз заплатить и потом 10 раз продать то же самое. Подобные акции проходят на территории всего Большого Сочи. Даты окончания рейдов и пикетов не запланированы. По словам организаторов протестных мероприятий и специалистов из администрации города, они продлятся до тех пор, пока в городских аптеках не перестанут в открытую торговать смертью. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ